Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. В эфире Сарап Тайм в студии Валихан Талгатов. Здравствуйте! Таким Жамбулской области Ербол Карашукеев принял участие в аппаратном совещании, где обсуждались вопросы модернизации водохозяйственных объектов и нехватки воды. Также глава областной администрации проинспектировал работы по ликвидации последствий ЧП в Сары Сусском районе. Аким Жамбулской области Ербол Карашукеев проинспектировал работы по ликвидации последствий ЧП в Сары Сусском районе. В воскресенье 7 июля этого года в Женотасе из-за сильных дождей образовались склоновые стоки. Под топленными оказались 56 домов, один социальный объект и четыре сотни дворовых территорий. На сегодня последствия ЧП в Жанатасе полностью ликвидированы. В районе работали четыре специальные комиссии по оценке ущерба. Три жилых дома признаны аварийными. Для двух семей, пострадавших от ЧП, купили дома, для одной семьи построили новый дом. Проведен ремонт 53 домов. Также выявлено 63 факта поломки бытовой техники и повреждения мебели. Сумма ущерба составила более 4,5 миллиона тенге. Продезинфицировано 600 домов и дворов. Установлены пять фонарных столбов, девять отремонтированы. Кроме того, отремонтированы поврежденные участки дорог. На некоторых улицах построили орыки и установили дренажную систему. Ербол Карашуке в ходе осмотра территории поговорил с жителями. В трудные времена мы почувствовали поддержку. Как обещали, решены все наши проблемы. Кроме благодарности нам нечего сказать. Говорит семья Смогуловых. Айткул Кулжабайказы переехала в новый дом. Она сама следила за ходом строительства и отметила, что все ее пожелания были учтены. В городе Жанатас сегодня ведется капитальный ремонт, реконструкция 12 многоэтажных жилых домов. Ербол Карашукеев ознакомился с ходом строительства и поручил строго контролировать качество материалов и завершить работы в соответствии с графиком. Далее глава областной администрации посетил центральную котельную. На сегодня завершены строительно-монтажные работы в рамках проекта газификации котельной. Установлены четыре водогрейных котла Бош, один паровой котел Бош. Также полностью обновлены сетевые насосы и дымовая труба. В завершении рабочей поездки Акимобласти посетил древнее городище Саудакен. Как завершился вегетационный период в Жанбулской области? Завершены ли работы по модернизации водохозяйственных объектов? В этом году фермеры не столкнулись с нехваткой воды. Однако подготовку к следующему году нужно начинать уже сейчас. Об этом заявил глава областной администрации Ербол Карашукеев, собрав ответственных лиц на очередное аппаратное совещание. Какие поручения были даны? На балансе коммунального государственного предприятия Жанбулсу Коймалара числится 113 водохранилищ и плотин. Общий объем водохранилищ составляет 136,6 миллиона кубометров. Из 113 водохранилищ 60 заполняются через каналы, а 53 за счет талой воды, подземных вод и рек. Для обеспечения безопасности ежегодно на водных хранилищах проводятся ремонтные работы. В 2023 году было выделено 53,7 миллиона тенге. Кроме того, 30 миллионов было выделено для капитального ремонта пяти объектов. Сейчас подготавливается необходимая проектно-сметная документация. В прошлом году за счет областного бюджета на сумму более чем 53,5 миллиона тенге были отремонтированы 9 водохранилищ. В текущем году планируется ремонт 9 водохранилищ, из которых работы на 7 уже завершены на все 100. Более чем 39,5 миллиона тенге освоено 34,2 миллиона. В оставшихся водохранилищах Гранитогорск и СТФ в Меркенском районе ведутся ремонтные работы. Необходимо улучшить совместную работу с госорганами по рассмотренным вопросам, а также своевременно решать запросы населения. Главное требование – это своевременно отвечать на появившиеся вопросы в районах и в областном центре. Поручаю устранить возникшие недочеты и проконтролировать выполнение поставленных сегодня задач. В рамках утвержденного комплексного плана планируется модернизация 203 водных систем, нуждающихся в реконструкции. Из 203 каналов, включенных в план, 99 находятся на балансе Кассу-Шар, 104 в коммунальной собственности. Проектно-сметная документация по 77 каналам финансируется через Исламский банк развития. Также была подготовлена районными акиматами и передана в Кассу-Шар проектно-сметная документация. Валихан Толгатов, Сараптайм. День города, флешмоб в ТРЦ, Спартакеада, Вечер памяти – эти и другие мероприятия прошли в областном центре. В Таразе состоялось масштабное празднование Дня города, которое собрало тысячи жителей и гостей на площади историко-культурного комплекса «Древний Тараз». Праздничная программа началась с выступлений местных жамбулских исполнителей, чьи песни о родной земле тронули сердца слушателей. Настоящим подарком для горожан стало участие звезд казахстанской эстрады, исполнивших популярные хиты и наполнивших вечер атмосферой радости и единства. Вместе с горожанами концерт смотрели заместитель Акима области Абилхайр Тамабек и глава города Бахаджан Урунбеков. Жители Тараза не скрывали своих эмоций, наслаждаясь каждым моментом праздничного мероприятия. Многие отмечали, что такой масштабный праздник дарит не только хорошее настроение, но и чувство гордости за родной город. Пришли на концерт, посвященный Дню города. Нам очень понравилось. Замечательные исполнители и их звонкие голоса подарили мне настроение праздника. Город Тараз – красивый город, с историческими местами. Я поздравляю жителей города с праздником. Всех жителей города Тараз поздравляю с праздником. Мне понравился концерт. Концертная программа завершилась грандиозным салютом, озарившим небо над городом множеством огней. Этот финальный аккорд стал символом процветания и дальнейшего развития Тараза, а для собравшихся – еще одним ярким воспоминанием о незабываемом дне. В спортивном комплексе Тараза-Лена прошла ежегодная городская спартакиада для лиц с особыми потребностями, объединившая десятки участников. Любители спорта с ограниченными возможностями продемонстрировали настоящую силу духа, участвуя в соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике, тогес-кумалаку и другим видам спорта. Каждый из них показал не только спортивные навыки, но и пример стойкости преодоления препятствий и веры в свои силы. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Казахстана. Затем к собравшимся с напутственной речью обратились заместитель Акима Тараза Кайрат Исмаил, заслуженный тренер Республики Казахстан по плаванию, директор спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями Жамбулской области Сатар Бесимбаев, депутат городского маслехата Айгерим Дулетбаева и двукратный призер паралимпийских игр Нурдаулет Джумагали. Уважаемые спортсмены, вы вдохновляете не только себя, но и все общество. Каждая победа, это победа не только спортсмена и тренера, это победа всего нашего общества. Дорогие спортсмены, я хочу пожелать вам удачи в сегодняшней спартакеаде. Ежегодно Акиматом города Тараз организовывается спартакеада в спорте «Все равны». Сегодня соревнования проводятся по семи видам спорта. Мы постарались охватить все категории лиц. И охват участников составил более 250 человек в городе Тараз. Систематически занимаются спортом данная категория 22,4%. И хотелось бы отметить, что на самом деле это люди безграничной возможности. Легкая атлетика, плавание, армрестлинг, боча, тогас-кумалак, шахматы и дартс. Соревнования проходили по этим видам спорта. Участники соревнований делились своими эмоциями и впечатлениями. Многие отмечали, что спартакеада для них – это не просто возможность проявить свои спортивные таланты, но и шанс встретиться с единомышленниками, обменяться опытом и зарядиться позитивной энергией. Сегодня день, праздник очень радостный. Чувство нас переполняет радостью. Этот день предназначен для того, чтобы посвящать день здоровью. Я очень люблю футбол, но сегодня я буду участвовать в легкой атлетике. По итогам городской спартакеады для лиц с ограниченными возможностями победители и призеры были награждены медалями и дипломами. В Международном Таразском инновационном институте имени Шерхана Муртазы в Таразе прошел семинар партии АУЛ с участием председателя партии, депутата Мажориса парламента Республики Казахстан Серика Егизбаева. На очередном семинаре приняли участие депутат Мажориса, член фракции Ербулат Саурыков, активисты партии АУЛ и партийные активы Казалардинской, Жамбулской, Туркестанской областей, а также города Шымкент. Был обсужден ряд вопросов, в том числе развитие экономики регионов путем реализации проектов партии. На открытии семинара председатель партии АУЛ Серик Егизбаев отметил, что на 24-м съезде партии АУЛ было принято решение, учитывающее предложение от регионов, и в пяти областях страны запланировано проведение обучающих семинаров. Первый семинар прошел ранее в городе Уральск, а данный в Таразе стал вторым по счету. На прошедшем 24-м съезде партии в июне, который проходил в Акмолинском регионе, в поселке Зеренда, там делегат на съезде было высказано пожелание, чтобы организовать вот такие семинары региональные, более подробные, с разъяснениями основ того же партстроительства, или, допустим, разъяснением методов и принципов новых экономических методов ведения хозяйства по реализации той же программы АУЛ Аманат. Кстати, я хочу сказать, здесь не просто семинар такой идет по партстроительству, по экономике, по политологии, по социологии, многие вещи мы здесь охватываем. Партия АУЛ проводит этот семинар в целях выполнения поручения президента Касымжо Марта Тукаева, данного на Втором республиканском форуме депутатов-маслихатов. Партии должны повышать квалификации своих депутатов в маслихатах. Эту работу необходимо организовывать с учетом региональных особенностей, профессионального и общественно-политического опыта народных избранников. Партии реализуются проект по оказанию поддержки тем, кто занимается разведением птицы, работаем над созданием тренда, и кроме того, внимание партии уделяется рыбоводству. В ходе встречи были прочитаны лекции на темы партийной структуры, алгоритмов эффективной работы с медиаресурсами, развития малого и среднего бизнеса как одного из драйверов экономики Казахстана, реализации политических задач на местах, совершенствование проекта по созданию студенческих, строительных и молодежных отрядов, а также представлены социально значимые и экономические ведущие проекты партии «Аул». В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Каратая Турысова. В его честь состоялся торжественный вечер памяти, где присутствовали близкие и родственники деятеля, его друзья и представители местной интеллигенции. Если искать одно ключевое слово, которое раскрывает суть личности Каратая Турысова, то это будет величественное понятие – казахская личность. Он занял свое место среди героев, которые возвышали нашу нацию своей профессиональной компетентностью, организаторскими способностями, искренней любовью к родине и активной общественной деятельностью. В советское время было мало казахов, работавших в Москве. Среди них был Каратай Турысов наряду с Тураром Рысколовым. Его работы по освоению земель внесли свой вклад в развитие нашего государства. Гости вечера памяти, специально приехавшие на мероприятие, делились воспоминаниями о научной деятельности ученого и его вкладе в развитие родного края, в становление независимого государства и укрепление его фундамента. «Именем Каратая Турысова названы улицы в городах Казахстана, а также образовательные учреждения. В честь его 90-летия прошли различные мероприятия. Все это показывает его авторитет и почет, который народ оказывает этому великому общественному деятелю». Также на встрече говорили о вкладе Каратая Турысова в развитие нашего государства как способного руководителя, ученого-экономиста, депутата, который служил интересом казахского народа. В настоящее время в нашей области его именем названы школа-гимназия и улица. 18 октября – День духовного согласия. Международный день духовного согласия впервые был проведен 18 октября 1992 года. С тех пор этот день стал одним из социально значимых дней в Казахстане. В связи с этим в Доме дружбы прошла встреча представителей религиозных объединений и экспертов в области религии. На встрече присутствовали представители духовного управления мусульман Казахстана в Жамбулской области, христианство, а также заместители городского и районного акимов. Были представлены доклады на различные темы, обсуждена работа по укреплению единства и взаимоотношений между представителями конфессии и этносов. Стоит отметить, что уделяется внимание развитию и укреплению межконфессионального диалога. Пример тому съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проводится в Астане с 2003 года. Съезд послужил площадкой для поиска компромиссов и решений различных проблем. Этот день, объединяющий всех нас, независимо от религиозных убеждений, является днём стабильности и согласия в обществе. Поэтому он отмечается как праздник единства, доброты, благополучия и процветания. Казахстан уделяет огромное внимание данному вопросу. Благодаря реализуемым мерам в мире и согласии проживают представители различных конфессий. Многие государства следуют данному примеру. Удерживать многонациональное и многоконфессиональное общество в единстве и мире – задача нелёгкая. В нашей стране религиозные объединения также вносят свой вклад в обеспечение спокойствия. Важно, чтобы люди жили в духовном согласии, избегая недопонимания и совместно создавали гармоничную жизнь. Это поможет сохранить мир в стране навсегда. Защита прав несовершеннолетних – важная задача исполнительных органов. Для этого работают специальные комиссии. Специалисты уделяют особое внимание снижению подростковой преступности. Однако в области недостаточно внимания уделяется негативным последствиям, создаваемым самими молодыми людьми. Об этом шла речь на соответствующем заседании Акимата области. На очередном заседании комиссии по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с участием представителей всех районов области и областного центра было отмечено, что в частности по итогам 9 месяцев в городе Тарас 45 учащихся были зарегистрированы на профилактическом учете в отделах полиции. Между тем в Жуалынском районе зафиксировано несколько фактов совершения подростками угона автомобиля без водительских прав. По итогам 9 месяцев 2024 года были зарегистрированы 9 случаев суицида. Я отмечу, что некоторые из них закончили трагически. И в этой связи мы проводим профилактические работы. В Таразе прошел городской конкурс бабушек. В традиционном уже 11-м по счету конкурсе приняли участие 5 бабушек старше 60 лет. На конкурсе оценивались их мастерство и таланты. Наши дорогие бабушки соревновались в пяти номинациях. Талантливые участницы представляли себя, отвечали на вопросы по казахским традициям, демонстрировали свои изделия ручной работы и выступали вместе с внуками. Целью конкурса было воспитание молодежи и пропаганда национальных ценностей. Нужно воспитывать нашу молодежь, и в этом немалую роль играют наши бабушки. Сегодня конкурс привлек и наше молодое поколение, которое во всем поддерживает своих бабушек. В конкурсе приняли участие бабушки в возрасте от 60 до 70 лет. Среди них были учителя и врачи. Члены жюри по достоинству оценили их навыки. Я сама занимаюсь разным творчеством. Пою песни, вышиваю. Сегодняшний конкурс направлен на раскрытие этих и многих других талантов. Сегодня мы выступаем с нашими внуками. Готовились к разным конкурсам, особенно к вопросам о казахских традициях и обычаях. В конце конкурса всем участникам были вручены дипломы и ценные подарки. Стоит отметить, что подобные конкурсы не только пропагандируют казахские ценности, но и показывают уважение и почет, которого достойны представители старшего поколения. Управлением по чрезвычайным ситуациям города Тараз совместно со службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по чрезвычайным ситуациям в торгово-развлекательном центре города Тараза проведен флешмоб, посвященный темам пожарной безопасности и профилактике отравления угарным газом. Место проведения флешмоба выбрано не случайно, поскольку торгово-развлекательный центр является одним из излюбленных мест посещений горожан. Для привлечения внимания посетителей к вопросам соблюдения правил пожарной безопасности было организовано красочное выступление. Профилактика несчастных случаев важна, и сотрудники органов гражданской защиты проводят работу в этом направлении непрерывно. Они раздавали листовки и буклеты с правилами пожарной безопасности и действиями при возникновении пожара. Спасатели оперативно-спасательного отряда продемонстрировали, как использовать специальное оборудование и инструменты для эвакуации пострадавших из горящих зданий и задымленных помещений. А медики Центра медицины «Катастроф» рассказали собравшимся о своей работе и важности своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим от пожаров и отравлений угарным газом. 19 октября в Республике Казахстан отмечается День спасателей. В преддверии профессионального праздника сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям в Жамбулской области в Дороговом доме организован флешмоб. Целью данного мероприятия является поднятие имиджа спасателя и профилактика различных чрезвычайных ситуаций. В мероприятии приняли участие сотрудники Национальной гвардии воинской части 5513 и коллектив областной филармонии. Сотрудники органов гражданской защиты напомнили тарасцам о важности проверки исправности газового оборудования перед его использованием. Они рекомендовали не перегружать электрические сети. Управление по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости строгого соблюдения мер безопасности. При первых признаках возникновения пожара следует сообщить о случившемся по номеру 101. Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей, наносят большой материальный ущерб и в ряде случаев влекут за собой человеческие жертвы. В целях профилактики несчастных случаев сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города Тарас провели профилактическое мероприятие с жителями массива Шолдала. Профилактические мероприятия, направленные на недопущение о гибели людей в период отопительного сезона проводятся на регулярной основе. Так, с 1 июня текущего года в домах семей, относящихся к категориям социально уязвимых слоев населения, было установлено 727 датчиков, в том числе 269 датчиков, улавливающих угарный газ, и 458 датчиков, улавливающих природный газ. Вместе с тем, сотрудники органов гражданской защиты проводят обход жилых домов, где разъясняют жильцам правила пользования отопительными приборами и электрообогревателями. Ежегодно в период отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Сотрудники органов гражданской защиты предупреждают, что соблюдение правил пожарной безопасности позволит сохранить жизни, здоровье и имущества. С 15 октября начался отопительный сезон. Он продлится до 15 апреля следующего года. В связи с этим сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям в Жамбулской области совместно с местной полицейской службой, с представителями местных исполнительных органов и волонтерских организаций будет проводиться масштабная профилактическая работа. С начала года на территории города произошло 208 пожаров. По сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось на 28 случаев. Количество пострадавших при пожаре – 5 человек, 1 человек погиб. С 15 августа по 15 сентября текущего года на территории области проведен месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Профилактической работой путем организации подворовых обходов охвачено 12 586 жилых домов. Для предупреждения гибели людей в результате пожаров в период отопительного сезона были розданы инструкции 27 689 гражданам. Организовано 293 схода по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Электроустановок с охватом 3516 человек. Работа в этом направлении будет проводиться в течение всего отопительного сезона. Данное мероприятие тому подтверждение. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия, где разъясняют правила безопасности при пользовании электробытовыми приборами и источниками открытого огня. Горожане, в свою очередь, выражают благодарность специалистам. Я уже начал отапливать дом. Заблаговременно почистил трубу печи. Стараюсь исправно следить за тем, чтобы тяга не пропадала. В течение отопительного сезона я несколько раз прочищаю дымоход. Для того, чтобы не стать жертвой несчастного случая, важно своевременно проверять электрическое и газовое оборудование. Чистить печи и дымоходы отмечают специалисты. Риналь Рахматуллин, Сараптай. В Шустском районе состоялось крупное учебное занятие по гражданской обороне. В Меркенском районе состоялось выездное заседание областного совета по этике. А для представителей СМИ организовали пресс-тур в Сарасусском районе. Об этом и другом смотрите в следующей подборке. В Шустском районе состоялось крупное учебное занятие по гражданской обороне. И это мероприятие, проведенное по поручению Акима Жамбулской области, направлено на повышение уровня готовности и координации действий различных служб подразделений в случае ЧАЭС. Участие в мероприятие принял заместитель главы областной администрации Канадбек Мадиби, который лично контролировал выполнение задач на местах, а также участвовал в итоговом совещании. Мероприятие началось с практических действий в ключевых точках района, таких как село Толиби, участок автодороги Мерке-Шу-Бурл-Байтал и мост Анда-Спай через реку Шу. Эти объекты выбраны не случайно. Мост Анда-Спай и трасса Мерке-Шу-Бурл-Байтал играют важную роль в транспортной инфраструктуре региона. И в случае аварий или природных катаклизмов, их безопасность напрямую влияет на жизнедеятельность населения и доступность помощи. В ходе учений провели 8 практических заданий, изучили работы групп, также показали навыки оказания помощи. На этих участках отрабатывались действия по эвакуации, спасению пострадавших, ликвидации последствий, аварии и других возможных чрезвычайных ситуаций. В учениях принимали участие различные подразделения служб спасения, сотрудники медицинской службы, а также представители полиции и местной администрации. Мы должны быть готовы к любым ЧАЭС, поэтому и проводятся такие мероприятия. Должен быть подготовлен и резерв. После завершения практических этапов учений, члены штаба и руководители соответствующих отделов собрались в зале заседаний Шуского района для подведения итогов и обсуждения результатов. Были проанализированы действия и даны рекомендации, а также обозначены меры по улучшению готовности служб на будущее. Еврохим – это ведущий международный производитель минеральных удобрений, обладающий производственными мощностями по всем трем основным группам питательных веществ – азотным, фосфорным, калийным. Реализует проект по строительству химического комплекса в городе Женатарс. Запуск предприятия планируется на 2027 год. Накануне для представителей печатных и электронных СМИ был организован пресс-тур. Инвестиционный проект реализуется в соответствии с единой картой индустриализации Казахстана и соглашением между правительствами России и нашей республики. Общий объем финансовых вливаний составит более миллиарда долларов США. На первом этапе был введен в эксплуатацию комплекс по добыче фосфатов, а на втором начато строительство производства серной кислоты, которое будет запущено в 2026 году, сообщили в Еврохимии. В рамках третьего этапа к 2027 году планируется запустить химический комплекс. Создано более тысячи новых рабочих мест. Химический комплекс производит комплексные удобрения. Также уникальность этого завода стоит в том, что мы минимизируем воздействие на окружающую среду. Типичным отходом для данного производства является фосфогипс. У нас же на производстве применены технологии по производству гипсосинтетического. Общий объем выпускаемой продукции составит более миллиона тонн минеральных удобрений и индустриальной продукции в год. Продукция нового комплекса будет постребована как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии, а также в России, Китае, Евросоюзе. Представители компании пояснили, что технология предприятия позволит исключить обычные для такого производства отходы в виде фосфогипса, заменив их экологически чистым синтетическим гипсом и хлоридом кальция. Эти вещества используются для производства строительных материалов и в качестве реагентов для дорожной и угольной, а также нефтяной промышленности. Особенность строительства данного химического комплекса – это у нас в первую очередь строительство DCP, так называемое строительство мощностей по производству серной кислоты. Отличительная особенность в том, что 99,99% – это чистое производство, в том плане, что 0,01% всего лишь может поступать в атмосферу. Новый химический комплекс Еврохима в Казахстане будет уникален как по ассортименту производимых минеральных удобрений и других химических продуктов, так и по совокупной мощности всех производств. Удобрения нового комплекса сыграют существенную роль в развитии сельского хозяйства и экспортного потенциала нашей страны. Местное сырье, местное производство, местная дистрибуция с точки зрения логистики – это оптимально и будет способствовать увеличению объемов производства сельхозпродукции Казахстана, обеспечивая аграриям доступ к удобрениям высокого качества. При этом новый завод будет производить два побочных индустриальных продукта. Это серная кислота, которая крайне востребована в Казахстане. Второе – гипс высокой очистки, который можно будет использовать при производстве панелей и сухих строительных смесей. Это экологически чистый продукт, востребованный в стройиндустрии. В Меркенском районе состоялось выездное заседание областного совета по этике. В его уходе было рассмотрено четыре вопроса. В заседании совета приняли участие председатель совета, члены и заведующие отделами Акимата Меркенского района, сельских округов, а также временно исполняющие обязанности главы Шусского района. Обращаясь к сотрудникам антикоррупционного агентства Республики Казахстан, изучившим недостатки в дорожном вопросе в сельских округах, по первому вопросу повестки дня было отмечено, что в Акиматах Меркенского района, Сыромолдаевского, Акерменского, Актоганского сельских округов допущены недостатки в госзакупках. Согласно заключениям членов совета, трем Акимам сел предложено объявить дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. Также исполняющий обязанности Акима Шусского района заявил, что его доклад не готов и его перенесли на следующее заседание. Были приняты к сведению отчеты председателей дисциплинарных комиссий Меркенского и Шусского районов. И кроме того, о работе уполномоченного по этике в районе за 9 месяцев текущего года отчитался специалист по этике аппарата Акима Меркенского района. Мы тут собрались, чтобы предупреждать такие случаи. Такие нарушения не должны повторяться. К тому же средства следует использовать должным образом. Валихан Толгатов, Сараптай. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова